Следующая наша тема, Хахнасат Орхим, или гостеприимство. Или более точный перевод, принимать гостей. И исторически это было важно среди еврейского народа. И особенно в более древние времена. В Америке, например, наше время. Куда вы не пойдете, есть отели, мотели. Недорогие места, где можно остановиться. И, конечно, так не было на протяжении всей истории. И евреям приходилось проявлять особенное гостеприимство. Может быть, еврейский бизнесмен ехал из одного города в другой. И помните, не было никаких отелей. То, где ему надо было оставаться. И, конечно, наверняка, большинство язычников, неевреев в городе, бы не принимали еврея. И по такой причине ему приходилось бы полагаться на гостеприимство евреев. Но еще и по второй причине. Только в еврейском доме. Вы могли бы точно знать, что вы кушаете кошерную еду. Ту еду, которую позволительно есть. И там, где вы смогли бы продолжать жить еврейской жизнью. Когда я, кажется, во второй раз приехал в Киев. Мой друг Александр показывал мне еврейский округ, район Подол. И было очень поздно, в субботу вечером. Уже было темно. И мы зашли в синагогу. Мы зашли, немножко посмотреть там. И служба уже только подходила к концу. И раввины вышли, и они приветствовали нас. Получилось так, что был там раввин из Детройта. И это три часа езды машиной от Кливленда, где я живу. И он спросил меня, позволишь ли ты мне практиковать хахнасат архим? Или же он приглашал меня в свой дом. И для него это стало автоматически. Еврей из другого города. И, конечно, он пригласил меня. И я не чувствовал, что я смогу это сделать в то время. Но это предложение, это было очень дорого для меня. Вы знаете, что рабби говорят, что причина разрушения Содома и Гоморры? Что вы думаете? Инсест. И раввины говорят, что это был недостаток гостеприимства. Потому что, помните, когда Лот сошел туда, или ангелы пришли, и никто не проявил гостеприимства им. И поэтому раввины говорят, что это признак той культуры, которая будет разрушена. И, конечно, гомосексуализм также присутствовал там. Но раввины выбрали этот небольшой момент. По вашему мнению, какой основной библейский пример гостеприимства? То, что используют раввины обычно. Восемнадцатая глава Бытия. Авраам. Когда Авраам принял ангелов. И основной пример библейского гостеприимства в Новом Завете. Какой? То же самое. То же самое. В книге послания к евреям. Там говорится, не забывайте о гостеприимстве. Потому что некоторые люди, когда они сделали это, они приняли ангелов, даже не зная этого. И поэтому писатель, автор этой книги, говорит вам об основной еврейской интерпретации гостеприимства. И так же есть очень много разных толкований в Новом Завете. И это не было каким-то новым откровением. Это просто обычные еврейские советы. Например, еще один. Когда апостол Павел говорит о сексуальных грехах в Новом Завете. И так же он говорит о тех грехах, которые непозволительны. Просто он дает, он представляет обычное понимание еврея. И большая часть Нового Завета такая. Давайте перейдем к следующей теме Бикур Холим. Или же посещение больных. И снова, это важная идея в иудаизме. И это связано с такой темой, как все, что вы хотите, чтобы вам делали, так и вы поступаете с другими. Я хочу этому уделить время. Чуть не забыл о том. Гилель говорил, Все, что вы ненавидите, не делайте этого своему ближнему. Иешуа говорил, Все, что вы хотите, чтобы другие сделали для вас, вы делайте им. Есть ли какое-либо различие между этими высказываниями? Ну, в этом может быть большое различие. Давайте остановимся на этом. Более внимательно. Гилель использует негативную фразу. Что ты не хочешь, чтобы другие делали тебе. Не делайте этого другим. Иешуа говорит, Говорит это позитивно. То, что вы хотите, чтобы люди делали вам, то вы делайте им. Поэтому, в каком-то смысле, вы можете сказать, что эти фразы, они очень близкие. Эти идеи очень похожи, они близки. Но если вы более глубоко заглянете, то можно сказать, что есть очень большая разница. Один. Гилель сосредотачивается на плохом, на негативном, то, что я не хочу делать другим, и они не будут делать тебе. Это такая позиция, которая пассивная, она неактивная позиция. То есть, тут не нужно предпринимать инициативы никакой. То, как Иешуа говорит об этом, означает, что вы должны брать инициативу в свои руки. И это менее пассивная позиция. Вы должны сами искать возможностей. Что бы вы хотели, чтобы другие люди делали вам? Также и вы ищите возможности делать это для других. И что, по моему мнению, как позитивно это можно сказать, и это лучше, И такая позиция, она не позволяет нас становиться пассивными. И это заставляет нас думать о том, что же я могу сделать. Но также в этом я вижу одну потенциальную проблему. Не в самом учении, но в применении ее. Что, если я хочу, чтобы другой человек сделал для меня какое-то действие? Вы хотите, чтобы человек это сделал для вас? А тот человек не хочет этого. Ему это не нравится, наоборот. А я говорю, ну, мне это нравится. И я уверен, что ему тоже это понравится. И вы говорите, о, я бы хотел, чтобы мой близкий пришел бы рано утром ко мне и поприветствовал меня громко. И сказал, о, привет! О, ближний мой! О, слава Богу! Но как насчет моего ближнего? Когда он поднимается рано утром, и он не поднимается, он не просыпается настолько рано. И он не жаворонок, он не утренний человек. Он сова. Он ночной человек. И поэтому, если я сделаю это для него, он бы сказал, мог бы ты, пожалуйста, пойти домой? И поэтому вам нужно быть мудрыми и чувствительными о том, как применять слова Иешуа. Поэтому, если вы будете думать о словах Иешуа, и также будете помнить о словах Гилеля, и скажете, я не хочу делать того, чего им бы не хотелось. Может быть, это поможет. И те люди, которые больные, большинству из них нравятся посетители. Нравится знать, что другие заботятся о вас. И у раввинов есть определенное число правил по этому закону. Я не помню много этих, многих из этих правил, но одно могу сказать. И вот, что вы не должны делать. Если вы идете и посещаете своего друга в больнице, и он говорит, ой, доктор нашел вот эту болезнь во мне, то вы не должны говорить. ой, мой дядя умер от этой болезни. И скажу вам еще одно. Как-то мне приходилось посещать больных в больнице. И было два или три раза, когда кто-то говорил, что у них какая-то болезнь, какой-то вид болезни, и просто как бы ассоциировалось у меня сразу. Сразу пример у меня возникал в моем уме. И то, что возникает в вашем уме внезапно, тоже сразу внезапно вылетает из вашего рта. Поэтому иногда мне приходилось как бы мой язык прохлотить, прожевать, чтобы сдержаться, ничего не сказать. Что ты хочешь сказать, Волтер? О, нет, ничего, ничего. И обычно, когда я посещаю больных, я пытаюсь шутить, рассмешить их. Как в Библии говорится, здоровое, веселое сердце — это как врачевство. Но с другой стороны, если у кого-то только была операция, и у них очень много швов на их животе, то вы не хотите, чтобы они слишком много смеялись. Поэтому будьте осторожны. Давайте перейдем дальше к еврейскому пониманию Мессии. Если вы пойдете поговорить со среднестатистическим евреем в Одессе и спросите, «Ты ожидаешь пришествия Мессии?» Ну, большинство скажут, «Не очень, не сильно». И только некоторые скажут, «А кто это такой?» Но исторически это Мессия, тот, кого евреи всегда ожидали. И чем сложнее все становилось вокруг, чем более труднее жизнь становилась, тем естественнее у людей усиливалась надежда прихода Мессии. Кто из вас видел фильм «Скрипач на крыше»? Помните одну из последних сцен фильма? Когда евреев выгоняют из их деревни, где они жили, может, в течение многих столетий. И они смотрят, они взывают к Богу, и говорят, не было бы ли это хорошим временем, когда пришел Мессия? Когда бы пришел Мессия? в Америке евреи современные не очень-то беспокоятся Мессии. Реформаторский иудаизм даже не верит в личного Мессию. Они верят в мессианский век, что означает век мира для всего мира. Но не обязательно одна личность, которая должна все это сделать. Много лет назад я прочитал одну статью, написанную реформаторским евреем. И он попытался снова предоставить, представить идею личного Мессию реформаторским иудеям, евреям. И он говорит, послушайте, мы хотим, мы все хотим этого века, золотого века мира и процветания. И в реформаторском иудаизме нет ни одной сферы, ни одной части, которая бы сказала, что один человек сможет стать лидером. И если мы назовем этого человека Мессией, то это было бы преступлением. Понимаете, мы в основном реформаторские евреи, Мессия, кому дело до Мессии? Моисе Маймонидes Маймонид в своем тринадцатом разделе еврейской веры, принципов еврейской веры, и последнее из них говорит, я совершенно верю, я верю совершенно верой в пришествии Мессии, и даже если он задержится, я буду ожидать его. И это очень сильно выражает еврейскую надежду. Как мы можем знать, что Мессия придет, когда Мессия придет. И в традиционной еврейской мысли три основные вещи, которые сделает Мессия. Он соберет евреев в Израиль, и он восстановит храм, и также Тора станет законом земли. распространит влияние Торы. И также, если вы подумаете об этом, та личность, которая названа Антихристом в Новом Завете, могла бы сделать многое из этого. потому что если есть политическое peace settlement в Миндиве, если на Ближнем Востоке было мирное урегулирование, с помощью некоторых больших европейских личностей, он может сказать, все евреи возвращаются и мы восстановим храм, мы восстановим храм, мы договоримся обо всем, то вы сможете понять, почему некоторые люди будут обмануты. И какой личностью должен быть Мессия? И основная часть евреев в иудаизме говорят о том, что это будет обычный человек. И он не будет божественным. он будет особо помазан Богом, но он не будет назван как человеком Богом. Но в самом раннем иудаизме есть некоторые труды, которые говорят о том, что Мессия это божественная личность. Очень смешная история из Кливленда. Я с женой присутствовали на сериях лекций. лекции. И эти лекции были спонсированы 12-15 сотрудничающими синагогами. И лекции говорили о идее Мессии в еврейской мысли. 1-й спикер говорил о времени второго храма. 2-й говорил о средневековых временах. 3-й спикер говорил об идее Мессии в современном мире. И первый спикер он был широко известным ученым. Доктор Лоренц Шифтмен из Нью-Йорка. И он также упомянул, что в некоторых трудах периода второго храма года годами раньше, годами позже времени рождения Ишуа. Что были некоторые еврейские группы, группировки, которые истолковывали некоторые части Писания. И говорили, что Мессия будет Сыном Бога и обычным человеком. Поэтому это было на первой неделе. А потом на второй неделе. И третья неделя спикером был доктор Ариэль. президентом Клевлендского колледжа еврейских знаний, знаний. Где много лет до этого я изучал много предметов. И он как-то упомянул, идея божественности мессия не еврейская идея. Он сказал, идея божественности мессии это не еврейская идея. И один человек из аудитории поднял свою руку. И он сказал, извините меня, доктор Ариэль. Я думал, что доктор Шифтман, исходя из его слов, идея мессии это божественная личность, это божественный человек. И поэтому я никогда не забуду, что он сделал. Его лицо просто появилось гнев на его лице, разгорячил ся весь, начал бить по кафедре кулаком. И он сказал, до Иисуса идея божественного мессии была еврейской идеей. После Иисуса это не еврейская идея. So it's amazing how Yashua повлиял на еврейскую мысль. Но я думаю, что я упомянул вчера, когда я говорил о любавических хасидах, и многие из них верят, что этот мертвый человек это божественный мессия. И что он все еще возвратится обратно. И также поймите одно по этому вопросу. если вы говорите с евреями, евреями, которые умеют думать, и они знают уже что-то о еврейской мысли, и они говорят, нет, когда придет мессия, будет мир. Невозможно иметь такого мессию, который умер. И нет такого понятия мессия, который потерпел поражение. И который потом возвращается обратно и все налаживает. И хорошо в это время указать на любавических евреев, потому что это то, во что они верят. Поэтому это может быть приемлемой еврейской идеей. И ты хочешь мне сказать, что нет такого понятия, как божественный мессия? А как насчет древних еврейских писаний, которые говорят об этом? И даже одни из самых значительных влиятельных любавических евреев говорят то же самое. мессия. Поэтому что вы хотите? Их мертвого мессия или нашего живого? И потому если вы посмотрите в Танах, вы увидите, что существуют две основные иллюстрации мессии. Первая иллюстрация мессия это великий царь, который сидит на троне Давида. И мессия, который побеждает всех врагов Израиля. Который приносит мир на землю и во всем мире. И Израиль становится головой, а не хвостом. И это все ясно. И это то, что большинство евреев сказали бы мне. И скажут, Иисус не может быть мессия, потому что нету мира. тогда бы я указал им на другую иллюстрацию мессии в Танахе. Это картина мессии, который страдает и умирает за людей. 53-я глава Исаии, 22-й Псалом, 23-й Псалом, 9-я глава Даниила. Такие места Писания. И они будут читать Исаия 53-ю главу. Ну, что-то здесь похоже на Иисуса. Но они будут чувствовать, что это какая-то не совсем еврейская идея. То я бы сказал им, послушайте, существует очень много древних еврейских источников, которые говорят об этой части Библии, об этом отрывке Библии. И они говорят, что это Мессия и даже после времен Ишуа. Были влиятельные раввины, которые верили в то, что Мессия будет страдать и умрет за весь мир. И кстати, один раввину и он спрашивал, почему здесь написано о всех этих страданиях Мессии? И поэтому ты говоришь, что этот отрывок не о Мессии, тогда все эти страдания, они придут на тебя. И это тоже очень хороший аргумент, не так ли? Но все равно нам могут еще говорить, но все равно это не еврейская идея. И это были Любавичи, которые воскресили это понимание в еврейском обществе. Когда их раввин заболел, у него был инсульт. Я прочитал одно информационное письмо от Любавичи, где один человек задает вопрос раввину. И он говорит, вот у меня есть тут один друг христианин пытается обратить меня в христианство. И они показывают мне тут отрывки из Библии о том, который страдает, о каком-то человеке, который страдает. И они говорят мне, что все эти стихи говорят о Мессии. Но я же знаю, что еврейский Мессия не страдает. Он говорит, скажите мне, что я прав. И поэтому этот раввина отвечает обратно в этом письме, в этом официальном бюллетене информационном Любовичей. И он говорит, я должен сказать тебе, мы не верим в Иисуса как исполнение этого пророчества. Но христиане, они правы, когда они говорят о том, что все эти стихи о Мессии. И я подумал, спасибо тебе. И что традиционная еврейская мысль говорит об этих двух картинах, иллюстрациях Мессии? И есть идея двух Мессий. Один будет сыном Давида, который великий воин. А другого они называют Машиах Бен Иосиф, который страдает и умирает. Часть этой истории очень интересна. И одна версия истории что Машиах Бен Давид поднимает Машиах Бен Иосифа из мертвых. Это очень интересно, когда вы подумаете. Поэтому надеюсь, вы сможете понять это использовать также. и то большая часть во что мы верим о Мессии также это находится в некоторых еврейских древних первоисточниках. Давайте перейдем к следующей теме Царства Бога. Махута Шамайм на иврите. И во что верили евреи? Что будет после пришествия Мессии? Я уже частично вам описала это в отношении евреев. Это будет время мира во всем мире на всей планете. и также все народы будут процветать. И все народы признают Бога Израиля. И они соберутся в Иерусалиме. И Тору будут учить все народы. И это будет великим веком мира во главе под руководством Мессии. Что юдаизм говорит о жизни после смерти? И традиционный иудаизм говорит о воскресении и жизни после смерти. И что Бог судит каждого. И также есть различные мнения в иудаизме пойдет ли каждый еврей на небо автоматически. В Перке Авот говорится о том, что весь Израиль должен быть в грядущем веке. И это мнение, которое разделяет большинство. но не стопроцентное мнение среди раввинов. Однажды я сидела рядом с ортодоксальным раввином с моим другом, который был еврейским последователем Иешуа. И он был женат на не еврейке, и который не обратился в иудаизм. И этот раввин сказал моему другу, если ты не разведешься со своей женой и не обратишься в иудаизм, то ты пойдешь в ад. я был рад, что этот раввин был честен и откровенным. И также, куда же вы попадаете после смерти? И есть еврейские специальные фразы, чтобы описать то, как попадать в ад. И гад эйден или сад эдем это говорит о рае и гееном о аде. это место огня. Мне не пригодилось бывать на еврейском погребении, на еврейских похоронах, когда раввины говорят, что евреи думали, может быть этот человек идет в ад. И нет никакой уверенности, просто надежда. И это все. И в определенной части евреев, которые верят, что все евреи попадут в рай. Также они рассматривают место страдания, что может существовать не больше 11 месяцев. И поэтому член семьи сын должен читать кадиш на погребение отца. отца. Это одно из путей, как воспомянуть его перед Богом. И может быть, отец может выбраться из судилища пораньше. Это судилище, то место, где люди находятся, и они как бы направляются в рай. Просто они недостаточно хороши для того, чтобы сразу же попасть в рай. Понятно? И поэтому это завершение этого, этой части занятия.